МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пражская операция 1945 года была проведена в целях полного разгрома немецко-фашистской группировки на территории Чехословакии и освобождения ее столицы Праги. Утром 5 мая в Праге вспыхнуло народное восстание. Для его подавления в Чехословакию командование вермахта бросило крупные силы войск группы армийцентр. Положение повстанцев усложнилось. Они обратились к руководству Красной Армии и союзников с просьбой о помощи. Обстановка требовала в кратчайший срок разгромить сопротивлявшуюся вражескую группировку с тем, чтобы оказать помощь вооруженному восстанию пражан. Замысел пражской операции заключался в том, чтобы нанести несколько мощных ударов по сходящимся направлениям на столицу Чехословакии, окружить и расчленить основные силы вражеской группировки восточной города, освободить Прагу и отсечь группе армийцентр пути отхода. С этой задачей войска 1-го, 4-го и 2-го украинских фронтов справились блестяще. Последний боевой вылет Евгений Мартынов совершил 12 мая 1945 года. Из Праги бежали последние остатки вражеских войск, необходимо было установить их местонахождение. Задание было выполнено точно и быстро. Данные, полученные визуальным наблюдением и заснятые на фотопленку, были немедленно доставлены командованию. В район, где были обнаружены вражеские подразделения, вылетели штурмовики. Мартынов Евгений Васильевич. Родился 12 февраля 1924 года в селе Чернеево Дмитровского района. В 1935 году переехал в Москву, где окончил 9 классов школы и аэроклуб. В сентябре 1941 года Евгений Мартынов был призван на службу в рабочую крестьянскую Красную Армию. В мае 1943 года окончил Чугуевскую военную авиационную школу летчиков. С октября 1943 года на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в освобождении Левобережной Украины, Львовско-Сантомировской операции, освобождении Польши и Чехословакии. В боях по освобождению Чехословакии погибло более 140 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. В знак вечной признательности советским воинам Многие рядовые офицеры-генералы получили чешские ордена и медали. Стали почетными гражданами городов Чехословакии. В начале 10 и 11 мая основные силы немецких войск были пленены. Одновременно с ликвидацией окруженной группировки противника войска 2-го и 1-го украинских фронтов продолжали продвижение на запад до встречи с 3-й американской армией. 11 мая наши дивизии вошли в соприкосновение с американскими частями в районе Карловых Вар. Планы западных союзников быстрее русских армий оказаться в ключевых районах Восточной Европы были окончательно сорваны. К концу войны гвардия-лейтенант Евгений Мартынов командовал звеном 98-го гвардейского отдельного разведывательного авиаполка ВВС РККА. За время своего участия в боях он совершил 199 боевых вылетов на воздушную разведку и аэрофотосъемку наземных сил и объектов противника. За мужество и героизм, проявленные в боях, Мартынов был удостоен звания Героя Советского Союза. После окончания войны Евгений Мартынов продолжил службу в Советской армии. В 49-м году окончил высшие офицерские летно-тактические курсы, в 55-м — центральные летно-тактические курсы. В ноябре 64-го года в звании полковника был уволен в запас, проживал и работал в Москве, скончался Евгений Мартынов 13 мая 2005 года, похоронен на Измайловском кладбище Москвы.